Центр села Верхнесадово. Здесь озвернули переносную стойку для сбора подписей. Люди даже с детьми сюда приходят. Многие стремятся внести свою лепту в общее дело и поддержать президента Владимира Путина. Я решил поставить свою подпись в поддержку нашего президента Владимира Владимировича Путина, потому что считаю, что он держит правильный курс развития нашей страны и стремится оказать все полезное и хорошее для населения. Жителям все оформить помогают волонтеры «Единая Россия» и штабы «Мы вместе Севастополь». В селе Верхнесадовом уже они были, но приехали сюда опять. Дело в том, что глава муниципалитета Елена Кравцова попросила их снова организовать сбор. Не все успели выразить свою позицию в прошлый раз. А это уже село Фруктовое. Здесь волонтеры впервые, поэтому даже очередь выстраивается для того, чтобы оставить свою подпись. Севастопольцы – жители патриотической столицы России, поэтому не сомневаются в том, кто должен быть президентом нашей страны. Я хочу поддержать нашего президента Владимира Владимировича Путина, потому что он у нас самый сильный лидер. С момента возвращения Севастополя в Российскую Федерацию каждый житель может отметить, как город преобразился. Благоустраиваются общественные места, появляются детские сады, ремонтируются школы. Пришла, чтобы поставить свою подпись в поддержку нашего президента и кандидата, также в президенты Владимира Владимировича Путина, потому что я как депутат вижу улучшения, которые проходят в нашем селе. Ремонтируются дороги, строятся детские площадки. Сейчас идет газификация, если вы видите, даже трубы видно. Идет газификация, какая-то даже гордость такая, что идешь и голосуешь за этого человека. Сильный, уверенный в себе, держит свое слово, ведет страну к лучшему. Для участия потребуется только паспорт. Важно, что заполнить подписные листы необходимо собственноручно. Указать дату, фамилию, имя и отчество. Герман Валиуллин – волонтер, трудится еще с 27 декабря. Отмечает, люди идут ставить подписи как на праздник, с улыбками. Молодой человек работал даже 31 декабря и 1 января. В новогодние праздники тоже было немало желающих выразить поддержку Владимиру Путину. Сам же Герман Валиуллин, естественно, уже давно поставил свою подпись. Владимир Владимирович Путин достаточно большое количество времени уделяет молодежи. Появляется много образовательных центров на территории всей страны. Начать собирать подписи – это самое меньшее, что мы можем сделать для него, чтобы сказать спасибо за все, что он делает для нас. Молодой человек рассказал небольшую историю, которая доказывает, Владимира Путина уважают во всем мире. В том числе и граждане стран, которые для нас являются недружественными. В конце прошлого года, это было 30 или 31 декабря, точно не помню, ко мне пришла семейная пара. Женщина, гражданка России и муж гражданин США с видом на жительство. Они оба хотели оставить подпись в поддержку Путина, но, к сожалению, это можно сделать только имея гражданство, поэтому молодому человеку мне пришлось отказать. Люди приходят с очень хорошим настроением, они все за Путина, говорят, а кто, если не он? Таких, как Герман, по всей стране более 19 тысяч. Все они собирают подписи в поддержку Владимира Путина. Участие понимают региональные и местные отделения «Единой России». Сбор подписей продолжится до 21 января. Святослав Данилов, Михаил Волобуев, Новости Севастополя.